Многие любят зиму, потому что это очень красивое время года и потому что зимой самый любимый праздник. Новый год – это всегда ожидание чуда, волшебных превращений и приключений. Именно такая сказочная атмосфера царила 2 января в Доме культуры посёлка с обхозами Неленина, где с полным аншлагом прошла новогодняя ёлка. У нас уже давно стала традиция, что мы не раздаём билеты. Ребёнок получает билеты на входе. Это оправдывает себя, потому что мы избегаем того, что ребёнок остался дома. И кто-то из взрослых пришёл, получил подарок. Ребёнок пришёл, поучаствовал в программе и, соответственно, получил новогодний подарок. Нарядные, весёлые, в предвкушении волшебства и подарков, малыши с удовольствием участвовали в интерактивной программе. У ребят была прекрасная возможность ощутить себя в самой гуще сказочных событий. Вместе с главными героями праздника Дедом Морозом и Снегурочкой они водили хороводы и читали стихи. Нам на ёльку, ой-ой-ой, Дед Мороз пришёл живой. Ну и Дедушка Мороз, что за щёки, что за нож. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верь. Но тут сама откроют Дед. Московский областной театр драмы и комедии «Знагинска» уже не первый год привозит в совхоз имени Ленина свои сказочные представления. На этот раз ребят ждал чудесный спектакль «По щучьему велению», поставлен по мотивам известной русской народной сказки. Это волшебная история о Емеле, который любил лежать на печи и мог бы лежать там много лет подряд, если бы не приключилась с ним одна удивительная история. Будет что у меня работать или нет? Работать? Но. Я была ниже, что пожелаю? Стой только захотеть. Ну что ты мелешь-то? Ну что ты мелешь-то? А что? Кушать собраться, богатый сделать. От пустомеля. Яркие костюмы героев и красочные декорации, необычный сюжет, представление и талантливая игра артистов создали у всех зрителей атмосферу доброй сказки. Мы сегодня пришли на ёлку, уже второй раз в том году тоже приходили. В этом году нам очень понравилось и по организации, и по выступлению самих артистов. Мы, правда, очень маленькие, ещё многое не понимаем, но всё равно. Поздравляю всех с Новым годом, желаю всем любви, счастья, тепла, уюта, чтобы любили друг друга, ценили и поддерживали в трудную минуту. Новый год – это время исполнения заветных желаний. По окончании мероприятия юные жители посёлка получили сладкие подарки. А в целом – чудесное праздничное настроение. Представление мне очень понравилось. Нам выдали билеты при входе, потом получили сладкие подарки. Представление мне очень понравилось. Очень хорошая сказка по счётчему велению. Хожу на представление каждый год и очень нравится то, что в конце дают сладкие подарки.